В почтовом ящике кипа квитанций за несколько месяцев. Жилец с 37-й квартиры дома химиков 1Б не оплачивает коммуналку уже несколько лет. Долг накопился больше полумиллиона рублей. Злостного неплательщика дома не оказалось. Не могут его найти и работники управляющей компании. За неуплату счетов должнику уже давно отключили электричество. Соседи, хозяина квартиры, не знают даже по имени. Зато прекрасно помнят, какая организация там располагалась. Этот был химстрой. А сейчас уже химстрой уже о том крутился. Мужчина там не живет? Нет, никого нет. Там же даже опечатано. С другой стороны дома расположен второй вход в квартиру. Здесь когда-то был офис недобросовестного застройщика химстроя. Собственником этих квадратных метров является сын руководителя строительной организации Дмитрий Матющенко. Директор управляющей компании Южная уверяет, что в квартире он бывает. Но вот отдавать свои кровные за услуги ЖКХ упорно не хочет. Один раз объявился он к нам. Это было в марте что ли месяце. У него долг составлял почти 400 тысяч. И значит, он так с улыбочкой, очень приятно разговаривает, предложил. Я вам даю 20 тысяч, компенсирую, и вы мой долг закрываете. Ну, вот такие приятные люди встречаются. А как это? Не знаю, сверхчеловек, наверное. Не решив вопрос по любовь, но управляющая компания обратилась в Нижнекамский суд. Вот только прописан хозяин квартиры в Москве. Потому дело по невыплате долго передали в столицу. Полностью у нас Москва все запросила, потому что сами удивляются. Очень интересный товарищ, очень скользкий. Постоянно пишет какие-то ответы, претензии в московский суд. Сейчас решение московского суда коммунальщики ждут, как из печки пирога. При положительном исходе дела у неплательщика арестуют имущество и выставят его на торги. Айгу Леблонская, Евгений Алзаев, Новости НТР.